Приветствую всех и приглашаю посмотреть детальный обзор Спайра, а вернее самой первой ее части, Спайра the Dragon. Из видео вы узнаете, как интересные факты об истории ее разработки, так и про ее миры, сюжет и значимость для игровой индустрии. Так что возьмите что-нибудь вкусное, рассказ будет долгим. Давайте вернемся немного в прошлое. Скажем, в 1998 год. Ведь это и есть то самое время, когда доллар стоил 6 рублей. Интернет у нас тогда был скорее роскошью, а никакого ютуба еще даже и близко не существовало. Вспоминаете сейчас вот этот ЛТ-монитор, а вот эту мышку с шариком вспоминаете? Сегодня вот уже в голове не укладывается, как это в один год могут выйти одновременно. StarCraft? Half-Life? Оригинальный Болдурс Гейт? Fallout 2? А самое главное, ужас вангеры. Какой там тогда PlayStation? Какие компьютеры? Самое передовое развлечение, которое тогда было у меня, это призрак прошлого Сюбор. Если кто помнит, это такой китайский клон приставки NES. На них еще на базаре тогда продавались картриджи, тысяча игр в одной, которые на самом деле были тем еще кидалом, потому что игр там было вовсе не тысяча, а максимум где-то 5-6. А запах нагретого блока питания, помнишь? Еще вот тогда у меня был суровый железный конструктор такой, вместо Лего. Собранным из него, скорее всего, килограммовым грузовиком с острыми углами вполне можно было кого-нибудь при желании укокошить. Причем еще и его запчасти я впоследствии использовал для мелкого бытового ремонта. Вот такой классный конструктор был. Так вот, гоняя тогда 8-бит на этом клоне NES, Mario и прочее, я и понятия не имел тогда, что в мире уже вовсю появлялись игры с 3D-моделями. Прошло время, и только вот в 2011 году я впервые узнал про целую серию игр с дракончиком Спайра. И что оказывается, они получили огромнейшую любовь как у взрослых, так и у детей. И знаете, мне тогда чем-то сразу понравились их постеры. От них повеяло чем-то милым, таким добрым, озорным, тем, что душе приятно видеть. И мне сразу захотелось тогда это прочувствовать и ощутить самому, что же это за игра такая. Так что расскажу и вам в полной мере о том, что тогда ощутил. Но сначала немного истории о том, как и откуда появилась серия Спайра. В 1996 году вышла первая часть Crash Bandicoot, и из полок магазинов США его начали бешено сметать. Причем стал этот Crash самой продаваемой игрой в Штатах в то время. Его расхватывали так быстро, что складывалось ощущение, как будто PlayStation в США был практически у каждого. Тогда Sony Universal, издатели игры, посмотрели на успех Crash'а и захотели создать новый, не менее добротный и узнаваемый платформер. Но решили сделать его по другой вселенной. В то время на примете у Sony оказалась студия Insomniac Games, которую основали в 1994-м. И они к тому времени уже сделали собственную игру. Называлась она Disruptor. И как ни странно, это был шутер. Причем продавался этот шутер плохо, и чуть не привел студию к банкротству. И вот возникает вопрос, а почему же интересно Universal доверили работу над будущей игрой при таких обстоятельствах именно Insomniac? А дело тут оказалось в том, что и критикам, и игрокам Disruptor очень понравился. Поэтому Universal позвали Insomniac к себе и сказали, людям очень понравилась ваша игра. Нам не важно сейчас, как она продалась, так что мы у вас верим, вы сможете. Вот вам мешок долларов, а теперь идите и сделайте что-нибудь крутое. Конечно, я там не был, но в моей фантазии диалог звучал именно так. Insomniac согласились, хотя раньше они никогда не брались ни за что подобное. Да и честно говоря, я бы на такое предложение тоже согласился. Конечно, может быть тут дело и в том, что разработка игр для первого PlayStation тогда была направлением новым относительно. И издатель, видя перед собой разработчика, игру которого уже полюбили, хотел как бы попридержать его у себя и действительно дать раскрыться. И вот теперь Insomniac стало ясно, что чтобы игра могла принести успех, она должна быть сделана не только хорошо, но и охватить как можно больше аудиторию. Ребят подумали и решили взять за основу тот самый Crash Bandicoot, уже знакомый нам. Но сделать они его захотели не как какой-то там очередной клон-убийцу Диабло, а как что-то оригинальное. И в итоге они пришли к необычной на тот момент идее. Местом действия новой игры должен был стать волшебный мир, населенный магическими существами. Но что интереснее, главным героем там должен был стать юный дракончик. Сначала его хотели назвать Пит. Но там всплыли проблемы с авторскими правами со студией Disney. Дело в том, что у них был такой мультик, назывался Дракон Пит. И имя поменяли на Пайера. И хорошо, что его таким не оставили, а то ассоциировалось бы потом Steam Fortress. Подумали еще, и в итоге Дракончика назвали Спайера. С цветом его тоже определились не сразу. Сначала его планировали сделать зеленым. Но потом, играя в первоначальный билд, один из разработчиков сказал, ну ребят, ну он же с травой сливается. Давайте перекрасим. И для контраста цвет Дракончика поменяли на фиолетовый. И вот так он и получил свой знаменитый цвет и имя. Что интересно, Спайера и Insomniac сначала планировали сделать как игру в более темном и реалистичном сеттинге. Поскольку в 1996 тогда вышел фильм Сердце Дракона. И часть коллектива была под впечатлением от него. Мне до сих пор не вполне ясно, что бы тогда у них получилось, если бы они сделали все как хотели. Возможно, тогда бы это выглядело не как платформер, а как первая часть Дракон. Но вмешался Марк Церни, тогдашний вице-президент игрового подразделения Universal. И он посоветовал лучше сделать игру более светлой и беззаботной, чтобы ей могла заинтересоваться более широкая аудитория. И вот ребята начали работу над будущей игрой. Во время нее студия Insomniac Games располагалась прямо напротив студии создателей Crash Bandicoot. И благодаря такому соседству они часто пробовали играть в ранние билды игр друг друга. Давали взаимные советы, находили и фиксили всякие косяки. И в итоге они до такой степени подружились, что в первой части Спайра даже спрятали демо-версию Crash Bandicoot Warped. Ее можно увидеть, если одновременно зажать кнопку L1 и треугольник, находясь на основном экране. А в третьей части игры про Крэша, наоборот, спрятали демку Спайра. Будущая игра должна была показать возможности PlayStation по полной. Потому что именно в Спайра в одной из первых начали использовать панорамный 3D-движок, который отображает объекты в ближнем поле зрения детально, а на объектах, находящихся вдали, детализацию снижает. Технология эта на тот момент казалась чем-то просто невероятным, потому что она позволяла создавать большие открытые уровни, несмотря на весьма ограниченную оперативную память PlayStation. Музыку писал Стюарт Коупленд, бывший барабанщик группы The Police. Как он потом рассказывал в интервью, ему давали поиграть в ранние билды Спайра, в которых никакой музыки еще не было. И вот он проходил каждый уровень, запоминал тот настрой, который почувствовал, и только затем писал к нему музыку. Примерно по 4 трека в день, который впоследствии дорабатывал. Скорее всего, именно поэтому музыка и получилась действительно подходящий и вдохновляющий. Озвучивал Спайра актер Карлос Алазараки. Голос его с 1990 года впервые начал звучать в приключениях мультяшек, также наработал в озвучке новых Looney Tunes, губка-боб квадратные штаны, стендапе и много где еще. Насколько понимаю, те переводы, которые есть, делали пираты. Да и переведена в них только сама озвучка, текст не тронут. Сам я играл, как и с оригинальной английской озвучкой, так и с пиратской русской, которой занимался некто Vector. Напоминает контора из 90-х, с временем жизни в один день этих всяких АО Vector тогда было пруд-пруди. Несмотря на название, для того времени эта озвучка не подкачала. Ты должен помнить, что эти ворры похитили яйца не только из одного братства магии. Не волнуйся, я сумею справиться с этим. Итак, что же умеет наш малыш? Первое и самое главное – очень мило садиться и зализывать назад свой гребень. Помимо этого, он умеет бодаться с разбега. Ведь у драконов есть рога, так что почему бы и нет? Такой рывок разбивает броню небольших противников и те предметы, которые не разрушаются огнем. Больших же противников боднуть наоборот не выйдет, Спайра еще все-таки слишком мал. Что интересно, если смотреть со стороны, получается, что Спайра несется вперед, несмотря что впереди находится. Ведь голову-то он в этот момент держит вниз и видит, соответственно, землю под собой, а не то, что впереди. Но это подходит не только как атака, а как и способ быстро перемещаться. Кое-где можно встретить треки со стрелками, на которых можно разогнаться до очень высокой скорости. И причем она сохраняется до тех пор, пока не врежешься в стену, или пока не поменяешь направление движения кардинально. Ускорение с нескольких таких треков складывается. Если, находясь под действием ускорения, боднуть любого врага или окованный сундук, вы мгновенно уничтожите их. А еще такие трассы со стрелочками будут небольшой головоломкой, как добраться до хитро закрученных мест, до которых невозможно добраться по-другому. Как и подобает дракону, Спайра умеет дышать огнем. Огонь этот такой силы, что встречи с ним не переживут даже противники, которые в несколько раз больше нашего малыша. Броню же этот огонь напротив не берет. Но на некоторых уровнях бывают феи, которые могут чмокнуть в носик. От этого Спайра на время сильно окраснеет и пламя приобретает такую температуру, что просто испаряет даже бронированных противников и предметы, которые обычным огнем не разрушаются. Летать малыш еще не умеет, но может парить на своих пока еще маленьких крылышках через двойной прыжок. Это не вполне очевидно, но парение можно в любой момент прекратить кнопкой с треугольником, и это помогает более точно садиться на платформы. От прыжка даже в небольшой водоем Спайра тонет. Ну не умеет он еще плавать. Хотя если успеть сразу выпрыгнуть, то вы не отлетите, а потратите лишь одно хп. Примечательно, что такие взаимоотношения с водой у Спайра только в первой части. В двух следующих он плавать научится. А еще он умеет делать то, что Нокс с дискорд-сервера канала назвал бы Гидроперикатус. Я перенял от Спайра данное действие и применяю его каждый раз, когда меня зовут играть в Факторию, Баратравму или какую-нибудь кастомку в третье Варкрафт, в которой я ничего не знаю, а друзья провели уже 4000 часов и говорят, идем с нами, будет интересно. Таким образом можно уклоняться от атак. Ну или случайно упасть с обрыва на узком мостике, нечаянно нажав кнопку L1. Помимо этого у Спайра есть компаньон Спаркс. Спаркс это наше все. Это стрекоза гигачат, который за всю игру ни единого слова не скажет. Вообще ничего никогда не сказал. Никогда он и ничего никогда не сказал. И сейчас молчит. Спаркс это разом. И индикатор хп, и магический щит, и даже камни драгоценные он помогает собирать с небольшого расстояния. Спаркс желтый порядок. У нас 4 хп. Если он синий, то 3. Зеленый 2. Если Спаркс спрятался, дело плохо. Значит осталось одно хп и следующее попадание нас вырубит. Что интересно, когда вы бодаете или дышите огнем в какую-то нейтральную живность в игре, то она исчезает, а на ее месте остается бабочка. Проглотив которую, поврежденный Спаркс восстанавливает хп. И если подумать, в этом есть некоторый зловещий смысл. Но конечно, это ведь добрая игра. Это же всего лишь бабочки. Или нет? Не знаю как вы, но лично я каждый раз, когда гонюсь в игре за какой-нибудь добычей, на всякий случай приговариваю. Иногда на уровнях можно найти фиолетовые сундучки, из которых выглядывают чьи-то глаза. Внутри окажется серебряная драконья фигурка. Это дополнительная жизнь. Кроме того, жизни можно набивать, если перезайти на уровень, повторно уничтожить 20 врагов и собрать с них вот такие сферки. Кнопками L2 и R2 можно осматривать местность вокруг. А если зажать кнопку с треугольником и крестовину, то можно смотреть по сторонам от первого лица. Что часто будет очень кстати, потому что ракурс у камеры не всегда удачный. Советую вообще выставить через настройки камеру как активную. Так обзор будет немножко удобнее. Через Select можно просматривать прогресс по мирам, которые вы посетили. Управление, конечно, не дается идеально сразу, но оно интуитивно понятно. Уже через пару-тройку миров к нему привыкаешь и понимаешь, где надо докрутить немного, а слегка, где нажать пару кнопок быстро. И тогда играть становится уже куда комфортнее. Встречает нас вот такое меню и появляется надпись «В мире драконов». Сюжет таков. Жили себе драконы мирно в пяти мирах, в мире гармонии и собрали 12 тысяч самоцветов, а может даже и 14. И в один прекрасный день решили они устроить интервью в прямом эфире. Кстати, в это же время можно увидеть, как Спайра играет овцой, как мячиком на заднем плане. Интервью это смотрят не только другие драконы, но и Гнасти Гнорк, злобный такой зеленый главарь монстров здешних, который до этих событий очень завидовал драконам за их счастье и за их сокровища. Из-за этой зависти он постоянно пакостил, и в итоге настолько вот он их достал, что они выгнали его в далекий мир свалку. И вот за прошедшее с тех пор время он где-то там раздобыл жуткую такую магическую вундервафлю. Одного из драконов спрашивают, ну что там с Гнасти? А он отвечает, что существо тут абсолютно заурядное, никакой опасности уже не представляет, и к тому же и выглядит примерзко. От услышанного Гнасти дико бомбит и кастует с помощью этой вундервафли заклинание, которое заключает драконов во всех мирах в кристаллические статуи и одновременно превращает практически все драгоценные камни драконов в собственных солдат. И приняли эти солдаты разные формы, в зависимости от того, в каких мирах находились. Хотя этот момент несколько спорный, потому что явно же не все из наших противников Гнорки некоторые формы жизни вполне природные, как например грифы, которые очевидно, что жили в драконьих мирах и до этого, и почему-то с них тоже падают драгоценные камни. Я не знаю почему, в игре это не объясняется. Но возможно, что магия соединила часть самоцветов с их природными обитателями мира. На Спайра заклинание превращения в кристалл не действует. И вот так и получается, что теперь только дракончик может спасти своих сородичей. Интересный факт. Вместе с японской версией игры поставлялась вот такая брошюрка. Цель сводится к тому, чтобы этого Гнасти Гнорка найти и поджарить, и тем самым рассеять заклинание. А заодно освободить драконов из заточения в кристаллы, вернуть украденные у них драгоценности и спасти беззащитные яйца с драконьим потомством, которые, пользуясь случаем, уже растащили повсюду миньоны зеленого засранца. То есть в целом геймплей вполне себе драконий. Собирай самоцветы, громи врагов, делай жарко из овец, долетай. Порой здесь приходится задуматься, как попасть в особо хитрые места уровня. Но если вы поймете, как это сделать, то будете вознаграждены, потому что именно там нередко бывает спрятано немало радующих глаз, разноцветных сокровищ или, к примеру, ключ от запертого сундука. И знаете, несмотря на простоту, процесс-то этот очень затягивает, потому что каждый из драконьих миров уникален, не похож на другой, встречает чем-то милым таким интересным и к тому же классной озорной музыкой. Каждый из спасенных драконов дает небольшую подсказку. Или похвалит. Хотя от большинства вы услышите лишь лаконичное которая в сообществе игры стала мемом. Как ни странно, после освобождения взрослые драконы малышу не помогают. Честно говоря, я долгое время не понимал, почему так, но в одной из недавних прохождений наконец понял. И об этом расскажу ближе к финалу. Если встать на платформу, на которой раньше стояла кристальная статуя, то можно сохраниться, либо послушать еще раз, что же сказал спасенный дракон. В Спайро драконы живут в пяти главных мирах. В каждом таком мире живет свое семейство, которое занимается чем-то особым. В чем они хороши. И мир вокруг них, и они сами в том числе выглядят под стать своим занятием. В каждом отдельном мире есть еще и по пять собственных подуровней, попасть в которые можно через порталы. Интересно, что камень наверху портальной рамки в мирах разных драконов свой. Видимо, драконы построили эти порталы, чтобы быстро путешествовать из одного уголка своего мира в другой. Что свидетельствует о том, что в магии они очень продвинутые. И вот эти подуровни, они тоже очень хорошо переплетаются с тематикой и атмосферой своего основного мира. Проходить вы их можете в любом порядке, как и при желании, возвращаться на каждый уровень сколько угодно раз. Выбраться с каждого уровня можно, прыгнув в его конце на платформу с вихрем или нажав select кнопку покинуть уровень. В процессе этого, кстати, можно увидеть, как открывается сундучок, из которого появятся все найденные драгоценности. И после подсчета с приятным таким звуком попадут в этот же сундучок обратно. Вот с чем с чем, а с этим разработчики угадали. Сама цвета мне нравится. Интересно, но судя по озвучке, все драконы в игре мужского пола. Тут можно предположить, что драконицы у них жили в это время в других мирах. Но скорее всего это просто прокол разработчиков, которые тогда совсем не парились подобными мелочами. В последующих частях пытались это исправить. Кое-где даже получилось. А кое-где, честное слово, лучше бы даже не пытались. На каждом уровне есть не только сокровища, но и свой собственный уникальный набор противников, из которых эти самые сокровища нужно еще и выбить. С каждого противника самоцветы выпадают только один раз. Если вы их с него уже подобрали, то дальше он будет дропать только сферки жизни. Что же касается сундучков, то они бывают вот такие. Мне больше всего нравился вот этот, который бодаешь и из него еще наверх вылетает камушек, который надо успеть поймать. На мой взгляд он очень красивый. Еще очень весело запускать ферверки, которые когда попадают в бронированные сундуки, то взрывают их и наружу высыпается прям целая гора самоцветов. Перемещаться между главными мирами драконов возможно только на воздушном шаре. Шар это скорее всего не простой, ведь судя по всему перемещает он как минимум между планетами, если не галактиками. Крутой шар, я себе тоже такой хочу. Перевозками этого рода здесь заведует вот такая раса. Вероятно, союзники драконов. Один из них будет в плохом настроении, пока вы не спасете определенное количество драконов, другой переживает за украденные яйца с дракончиками и так далее. Ну а если выполнить эти условия, то можно будет полететь на шаре в следующий мир. Еще одни ваши союзники это крошечные феи. Ключевая их роль это сохранять игровой прогресс, но кое-где они могут сделать пламя дракончика сильнее или создать вихрь, на котором можно подняться наверх. И в одном месте даже спасут от падения в пропасть. Самый первый мир, в котором мы начинаем, это мир мастеров. Это зеленый лук, цветы, чистый водопад, впадающий в пруд. Здесь тянутся ввысь замки и башни, а рядом плещутся волны океана. А вот здесь справа небольшой лабиринт из живой изгороди. Это самое безопасное место из всех миров, ни одного агрессивного противника. Завидев спайры, рядовые гнорки и грабители с заплечным мешком не пытаются сражаться, а только трусливо сбегают. Ну а если забраться повыше, то можно увидеть, как из-за холма торчат чьи-то огромные рога. Драконы мира мастеров — это ремесленники. Им по душе творчество. Это писатели, художники, скульпторы и ювелиры. По своей натуре они миролюбивы и спокойны. Глава мира мастеров — Нестор. Про освобождение объясняет спайр основную задачу. Флаг мастеров — желтый с небольшим синим оттенком на самом кончике. В лиственном лабиринте можно найти портал в темную расщелину. По ту сторону портала — Звездная ночь и полная луна, а сам лабиринт освещен факелами. Мне почему-то необъяснимо приятно смотреть на это звездное небо, несмотря на то, что оно было сделано всего одной плоскостью с простенькими звездочками. Не могу объяснить вот почему, но что-то в этой простоте такое есть. Местные противники — это гнорки с щитами и мечами. А еще есть толстые гнорки. Одни со здоровенной дубиной, другие прикрыты спереди броней. Если первых можно подпалить и так, то вот со вторыми придется подождать, пока они развернутся и откроют незащищенную спину. Фонарики. Фонарики, которые можно впервые встретить, именно здесь вызывают в меня просто какой-то детский восторг. А это потому, что если разбежаться и боднуть их, они делают... Казалось бы, мелочь какая, но как же все-таки здорово видеть, что эту деталь предусмотрели еще тогда. Каменный холм. Это огромное пастбище, на котором пасутся овцы и барашки, а их сопровождают пастухи. В небесах же здесь яркое солнце. Барашки будут пытаться бодаться, но их можно перебодать самому. Но что касается пастухов, они будут пытаться вломить вам палкой. Тут же мы можем впервые встретить и одного из воров, которые похитили яйца. Ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Эта темная личность, закутанная в бинты, будет ехидно насмехаться над вами и бегает очень и очень резво, лишь немного медленнее, чем сам Спайра. А этот ехидный смешок вы запомните и узнаете потом из тысячи. Интересно, но на этом же самом уровне можно найти какие-то генераторы щита, не дающие убежать вглубь локации. Так что драконы и такое строить могут. Городская площадь. Чем-то мне эта местность в фиолетово-оранжевых лучах заката напоминает отсылку на Испанию. Здесь есть быки, которые тоже очень любят бодаться. Но что интереснее, если боднуть такого быка самому, то он втыкается рогами в землю и остается в таком положении уже навсегда. Но с ними же происходит и что-то необъяснимое, потому что если оставить их в таком положении, то через какое-то время они просто растворяются в воздухе. Живут здесь не только быки, но игнорки-матадоры, которые от этих самых быков иногда удирают. Со стороны это смотрится довольно забавно. Солнечный полет. А вот это гонка на время. По одной такой есть в каждом основном мире. Интересно, что портал, ведущий к ней, не откроется сразу. Сначала нужно попрыгать по пяти платформам в домашнем мире мастеров. Гонки отличаются тем, что в них Спайер умеет летать постоянно, а не только парить. Может быть малышу здесь помогает драконья магия. Да и жизни тут от падения в воду не тратится. Задача в гонке сводится к тому, что нужно до конца таймера обратного отсчета успеть активировать четыре группы разных объектов. Когда поджигаете один из них, то к таймеру добавляется дополнительное время. И еще, до недавнего прохождения я этого совсем не знал, но оказывается, в гонках Спайер умеет делать в воздухе обратную петлю. И это выглядит весьма эффектно. Скорее всего, без тренировки вы вряд ли пройдете гонку с первого раза. Потому что трассу и какие объекты активировать первыми, какие последними, нужно еще и запомнить. То есть, первый босс игры. Хотя обычные имена переводить не принято, но скорее всего это отсылка к чему-то от такому прожаренному. А может быть это пасхалка к пасхалке на Mortal Kombat 2 1993 года? Тосты! Внезапно это остров посреди лавы. И, о ужас, здесь помимо пастухов живут собаки, которые наверняка застанут вас врасплох, потому что у них, в отличие от почти всех остальных противников в игре 2 хп, а не одно. И знаете, в первый раз, когда я подбегал к этим собакам и дышал огнем, то я еще недоумевал. А как ты вообще выжила? Как ты прыгнуть-то смогла? Это вообще легально? Положение еще осложняется тем, что на уровне вообще нечем восполнить здоровье. Когда я так 3 хп потерял на собаках и бегал потом по уровню без Паркса, было не смешно. В итоге оказалось, что нужно после дыхания огнем или быстро отбежать назад, или сделать перекат в сторону. Тогда собака промахивается и возвращается в исходное место. А вот это и есть тоести. Пугало, которое вертит в руках здоровенную косу. Каково же было мое удивление в первый раз, когда из середины пугало выглянуло овца. А вот это уже угроза уровня Мстителей. Мир Хранителей Спокойствия. С довольно качающей музыкой. Возможно, возможно, он находится под ту сторону океана от мира мастеров, поскольку здесь тоже есть причал. И здесь, в контраст зеленым лугам, которые мы видели в предыдущем мире, наоборот, повсюду суровая жаркая пустыня с реками из ядовитой фиолетовой смолы. Хранители Спокойствия — это защитники драконьих миров, их стражи, которые больше всего ценят дисциплину и храбрость. Ну и, конечно, самоцветы. Их лидер — это дракон Титан. Местность уже захвачена гнорками, которые встали здесь лагерем и проводят какие-то учения. Давайте посмотрим на эти учения со стороны. Выстрелом из одной пушки гнорк стреляет прямо в ствол другой пушки, а тот повторяет за ним то же самое. Как пушки от такого до сих пор не разовратило и, главное, чего они этим пытаются добиться — это хороший вопрос. Впрочем, вы сможете наводить пушки и стрелять из них сами. Такой выстрел даже разрушает некоторые скалы. В одном из мест будут стоять палатки, куда гнорки, напуганные Спайра, попытаются сбежать. Их оттуда можно будет выкурить, если сжечь саму эту палатку. А вот дальше, дальше происходит что-то странное. Дело в том, что на одной из своих анимаций гнорк трясется от страха — это ладно. Ну а на другой он разворачивается и, по всей видимости, спускает штаны. Выглядит это как-то двусмысленно. Что интересно, один из драконов упоминает, что знает о судьбе Спайра. То есть происходящее событие — явно не случайное совпадение. Порталы и архитектура этого мира — это зубчатые крепости. А флаг — черный с красным. Ледяные пещеры. Дизайн этого уровня просто офигенный. Во-первых, причина в том, что он берет отличным контрастом по сравнению с домашним миром хранителей спокойствия. Как помните, жарко пустыней. Представляете, после полуденной пустыни мы резко попадаем в звездную ночь где-то далеко, вероятно, на северном краю мира. Музыка здесь просто потрясающая. Нередко я оставался здесь подолгу только для того, чтобы ее послушать. Из противников тут здоровенные йети. Некоторые из них закованы в броню. Но из-за того, что в пещерах как-никак лед, то их можно будет столкнуть с обрыва. А еще в одном из мест при парении в моей голове просто кричала фраза из Хейла Комбат Эволфт. Еще здесь живут гнорки, которые кидаются снежками. А из живности на потолках сидят мило пищащие летучие мыши. На одной из ледяных платформ стоит сразу три сундучка с жизнями и потребуется совершить настоящий полет веры, чтобы добраться туда. А на верхушках фонариков здесь находятся самоцветы. И это очень весело, разбегаешься, бьешь этот фонарик и сверху падает самоцвет. Так здорово их бодать. Я за все эти черты этот уровень просто опоржаю. Скалистый город. Если в мире мастеров была отсылка на Испанию, то этот уровень явно отсылка скорее на Мексику. Во всяком случае, здесь гнорки ходят в широкополых шляпах и повсюду растут кактусы. А еще тут можно встретить каких-то теток с половниками, которые варят что-то в горшках. И заодно дают гноркам пенделя и шлют их в атаку на нас. Как вы думаете, что они здесь варят? Оказывается, самая лучшая приправа к супу – это самоцветы. В первый раз я вообще не допер, а где оставшиеся камни на уровне? Оказывается, эти горшки надо было поджигать, и только тогда из них самоцвет выпрыгнет. Интересно тут и то, что удар этой тетки совершенно безвреден. Но он отбрасывает сильно в сторону. То есть, если не рассчитать направление, от такого удара можно улететь с обрыва. Я так разок попадал, когда бегал угол и тут хоп. В дальней пустыне на столбах сидят грифы. И как и в каменном холме, здесь тоже есть генераторы барьерного щита. Сухой каньон. Занятно, но тут гнорки даже обзавелись чем-то вроде… аркебуз? А крупные гнорки одеты в шапки французских легионеров и пытаются бить спайра… грифами? Доходит до того, что в одном из мест в тебя сразу летят два грифа, так еще и легионер норовит дать по голове третьим. Беспредел. Этот уровень вас заставит, наверное, понапрячься, потому что придется здесь догадаться еще, как долететь до места с большей частью сокровищ. Ночной полет. Гоночная трасса посреди кристаллов, но посложнее, чем предыдущие. Доктор Шэмп. Уровень с боссом. В небе этого мира, по всей видимости, огромная планета-спутник, заслонившая собой звезду, из-за чего случилось затмение. И разработчики немного повторяются опять, потому что и здесь у них эти тетки с половниками живут, только вот тут они уже ничего не варят, а дают пенделя своим мужикам-дикарям, которые, не задумываясь, чаржатся в сторону спайра. Причем, такая мелочь, что впереди Спарта их не останавливает. Ведь у них на лице пластина, которая полностью перекрывает им обзор, поэтому им абсолютно пофигу. Да, Материархат явно не пошел гноркам на пользу. Сам Шэмп – это гнорк, похожий на огромную жабу. В темных очках, с посохом, и броней спереди. И флексит он не хуже, чем Рикардо Милос. Воевать с ним можно только буквально, поджарив ему зад. Так эта зараза делает еще и обманные движения. Есть такой интересный факт о названии этого босса. Шэмп – это что-то вроде локального мема, который в то время ходил среди инсомниек. Если кто-то из них косячил, то другие его подкалывали, что тот вот опять обшэмпился. Что, вероятно, у нас являлось бы аналогом слова «облажаться». Еще забавно то, что в файлах трилогии есть файл Spire.trd. И вот если его открыть блокнотом, то можно там найти абсолютно бессмысленное послание, которое повторяется на протяжении 20 мегабайт. Выглядит оно вот так. Как вы думаете, что это такое? Иллюминаты? Секретный код? Что-то еще? Я сильно напрягся этим вопросом. Мне это не дало покоя. И в итоге раскопал на форумах, что разработчикам просто, оказывается, нужно было чем-то забить размер диска с игрой. И они забивали его вот таким текстовиком. А сделано это было для того, чтобы поместить важные игровые данные туда, где привод читал бы их быстрее. А вот этот вот текстовик туда, где скорость чтения была не особо важна. Миром мастеров магии. И вновь, после предыдущего мира с палящим зноем, мир чародеев дает просто до дрожи такой приятный контраст, от которого чувствуешь настоящий восторг. После пустыни это место мне чем-то напоминает маленькие Альпы. Здесь высокие горы с шапками снега чередуются с зелеными лугами и пещерами. Здесь приятно находиться. Именно на основе этого мира и создано главное меню. Этот уютный горный уголок облюбовали для себя драконы-маги. Они уединились здесь, чтобы проводить свои исследования, придумывать новые заклинания для собратьев и мастерить всякие волшебные вещи. Что занятно, они единственные, у кого глаза полностью цветные. И у данного семейства, в отличие от других, по две пары рогов, а не по одной. Лидер драконов-магов — Космос. И говорит она сейчас с таким интересным и забавным акцентом. Именно им и принадлежит идея создания дорожек-ускорителей, которая здесь же и была полноценно реализована. Но вот другие свои магические способности они почему-то никак не демонстрируют. Думаю, было бы правильнее переводить название их мира как «Мир магических ремесленников». Но на русском это как-то не очень звучит. Этот мир напоминает мне еще и город-башню из третьих героев, где маги Бракада жили в холодных горах, если помните. Вот только у драконов гораздо уютнее. Горный хребет, проходящий поперек локации, условно делит ее на двое. Первая, самая большая часть содержит зал и несколько коридоров, прорыто в горе. А также открытую площадку с крупным озером, питаемым водопадами, стал и водой. Сколько раз вижу в играх такую воду, вот почему-то всегда ее называю жидким азотом. Несмотря на то, что жидкий азот совсем так не выглядит. А вот что эта вода делает в помещении, интересно? Это что, бассейн для медитации? Наверное. Эх, безумно нравится мне архитектура этого места. Это черно-белая плитка, стены таких приятных тонов. А как же долго в свое время я искал, где был ключ к заперному сундуку. Оказывается, вот где он был. Как и в прочих домашних мирах, в мире чародеев установлены характерные порталы. Но они низкие и широкие, и сделаны из горной породы. А в вершине портальной рамки находится какая-то драгоценность, похожа на опал. Флагов в этом мире почти нет, но там, где они есть, они белые. Скорее всего, под стать снегу. Из противников здесь какие-то усатые стражники в бронефартуках с посохом, которым они бьют, словно дубиной. А еще они говорят забавное «Ау». А вот эти гадские друиды при вашем приближении начнут быстро поднимать препятствия. И характерно еще ржать над вами в попытках их достать. Зато потом, когда вы до них доберетесь, есть здесь и грозовые волшебники, над которыми, как над Питером, все время тучи, из которых идет дождь. Тука, пилот воздушного шара этого мира, единственный, кто может отправить спайра не только в домашние миры, но и в обычные, с ворами. В случае, если вы еще не собрали 5 яиц, но при этом успели собрать хотя бы одно. Пик волшебников. Это магическое светилище, которое составляет с горами практически одно целое. В дизайне построек внутри можно разглядеть и луну, и звезды в синих, белых и желтых оттенках. А на столбах эти залы освещают магические кристаллы-светильники. Другая часть залы в тонах красных и белых, с золотом, что выглядит очень красиво. Я бы даже ремонт такой у себя сделал. Чем-то вот эти цвета напоминают мне архитектурный стиль эльфов крови из WoW. В небе здесь словно одновременно и день, но при этом ярко светит полная луна и звезды. Я обожаю в играх такое сочетание. В небе это смотрится необыкновенно, и я словно чувствую в этом что-то такое очень близкое и родное. Не знаю почему, наверное, этому есть причины. Просто такое же самое чувство у меня возникало, когда я проходил Halo Combat Evolved и увидел, как в небе на станции ярко светят звезды при дневном свете. И это словно колыхнуло в душе какую-то очень чувствительную струнку. Мне долго здесь не давала покоя одна из платформ вдали. Пытаясь долететь туда на ускорении со стрелки трека, я несколько раз падал вниз. Но какое же классное чувство, когда туда все-таки долетаешь? Такое обычно возникает, когда достигаешь того результата, который дался тебе тяжело. Если меня кто-то разбудит в три часа ночи и спросит, какой один из моих самых любимых уровней в Спайра, я без колебаний отвечу. Пик волшебников. Потому что здесь одна из самой лучшей музыки. Интересная деталь тут еще в том, что в самом начале от нас улепетывает этот маг в широченном балахоне. А кроме того, он умеет еще и создавать противников по пути. И более того, некоторые игнорки с дубиной, которых он создает, начинают воевать с местными стражниками в бронефартухах. Причина их вражды не объясняется. Местоположение одного из магов заставляет всерьез задуматься. Да как же до тебя добраться-то? Мозги при этом начинают кипеть не на шутку. Но позитивно. А еще на одной из платформ, до которых сложно достать, сидит вор. Да и в пропасть очень легко сорваться, когда его преследуешь. Высокие пещеры. Целая сеть горных пещер, в которые весьма естественно вписан интерьер внутри. Когда я первый раз увидел этих жуков и понял, что они ничем не пробиваются, и то, как они стремительно меня догоняют, у меня началась паника. С другой стороны развилки, маги в балахонах воюют с магами воздуха и друидами, двигающими платформы. По счастью, выяснится, что пробить жуков все-таки можно, или как следует разогнавшись, или получив чмок в носик. А еще это единственный мир, в котором феи спасут вас от падения в пропасть. Хотя, когда я минут 10 не мог найти последний камень на уровне и обшарил каждую кочку буквально в его поисках, то от ощущения тлена несколько раз намеренно прыгал вниз. Но всякий раз эти феи выносили меня обратно, чтобы я нашел этот гребаный камень. Каково же было мое удивление, когда последний самоцвет оказался прямо напротив выхода с уровня. Хотя я это место точно проверял и знал, что его там раньше не было. Так что как он там оказался, я не знаю. Горный край. Здесь живут здоровые медведы, которых приручили вот эти бронированные волшебники. Интересно, что при уничтожении медведа волшебник удивленно подпрыгивает на месте. В самом начале он стоит на обрыве. Так что я кажется, тогда джойстик уронил от смеха, когда отправил его в пропасть. Ну и по неосторожности улетел вслед за ним туда сам. Здесь даже магический аналог эскалатора есть. Кристальный полет. Еще одна гонка посреди кристаллов. Она несложная. И трудно даже представить, насколько эти кристаллы должны быть велики, раз простираются они от самого дна океана и вздымаются довольно высоко над поверхностью. Блоухард. Большая белая гора и высокие башни, парящие в воздухе. Здесь живет один из самых простых боссов игры. Наполовину маг, а наполовину воздушный элементаль. Мир создателей зверей. Если вы играли в механоиды и помните регион Ядовитые болота, то вот это место как раз оно. Только в спаэра. Здесь снова резкий контраст. По сравнению с прежними приятными снежными горами, ты как будто падаешь с небес куда-то на землю. Причем не просто на землю, а куда-то вот на планету Дагоба какую-то. Да еще и до горизонта простерлась стопь, которая иногда освещается редкими факелами. Строение приземистое, из темно-серого камня. Иногда из дерева. Интересно, но тут есть даже и зикурат. Особенно интересны вот эти сторожки, которые построены на вершинах тонких иссовших стволов, прямо посреди болота. Интересно, а что в них? Местами встречаются колодцы, но пить из таких явно себе дороже. Мне это напоминает момент, когда я еще пытался начать партию в Might and Magic World of Xen 1994 года. И первое, что я тогда сделал, это отправил свою партию попить из колодца где-то рядом с деревней на старте. И вот я смотрел и не понимал, а чего хп-то уменьшается. В общем, так они все и убились об этот колодец на первой же минуте. Отличная игра. Создатели зверей буквально создают жизнь, а именно различных животных. В том числе и для еды другим драконам. Почему же они тогда предпочитают жить именно на болотах? Сложно сказать, но, наверное, для этого здесь подходят условия. Местные драконы выглядят самыми упитанными из всех. Ну или, может быть, у них просто комплекция такая. Лидер мира создателей зверей дракон Бруно. И при спасении он скажет интересную вещь. Что раньше это болото было очень красивым, а Гнасти Гнорк превратил его в электрифицированную свалку. То есть, пока драконы были в кристалле, Гнорки начали превращать эти болота в факторию. Засирать все техногеном, сливать в воду ядовитые отходы и вырубать деревья. В общем, прямо как Гнорки в том мире, в котором мы находимся сейчас. В некоторых местах можно встретить металлические плиты, по которым Гнорки-электрики, слушающие в наушниках, наверное, какой-то тяжеляк, время от времени пускают ток. Зачем они это делают, вопрос интересный. А вот здесь меня ждал ужасный скример, который вынырнул из-за угла крайне неожиданно и столкнул болото. Флаг болотного мира здесь, как и у магов, почему-то белый. Может быть, это косяк разработчиков. Посреди мира растет высоченное дерево, и трудно даже представить, насколько высоко оно растет. Хотя, если зайти в портал рядом с ним, то вы сможете это увидеть. Древесные вершины. Очень красивый мир, и одновременно один из самых сложных для прохождения. Он переносит земли на невероятную высоту какую-то, возможно, даже на километр вверх. Мне это очень напоминает один регион из Майнкрафта, назывался он Сумеречный лес. А прямо в стволах деревьев сложены уютные бревенчатые хижины. На такой высоте, несмотря на болото, видны даже звезды. Этот уровень по-настоящему проверит умение попадать в недоступные места, разгоняясь через ускоряющие треки. В самое первое прохождение я над этим уровнем пыхтел, наверное, минут сорок, если не час, но само место и правда очень атмосферное. Порой, разгоняясь, вообще не веришь, что долетишь до дальней платформы. Да, мне было страшно, но я это сделал. И какое же душевное удовлетворение здесь чувствуешь, когда все-таки находишь, как долететь в это самое дальнее и недоступное место и крошишь вора, который туда забрался. Заселены древесные вершины, помимо воров, довольно криповыми, на вид и аборигенами. Если первые еще ладно, просто кидаются бананами, кстати, у них там что, их с собой пожизненный запас, что ли? То вторые буквально такое чувство, что навешивают шарами. Нет, я понимаю, что, возможно, подразумевалось, что они стоят на гипертрофированно огромных руках и бьют тебя очень короткими ножками. Но даже если так, кто вообще мог додуматься до такого дизайна? Туманная топь. После этого уровня я больше никогда не смогу доверять любым кустам и жгу их при первой возможности, потому что увидеть, как на тебя бежит вот это, было довольно жутко. Интересно, но здесь вода почему-то относительно чистая. Да и не пасмурно, а рассвет. Возможно, это место где-то на другой стороне мира болот. Один из драконов очень советует опасаться боевых лягушек. Если подойти близко к этим лягушкам, вы поймете, почему дракон предупреждал. Уровень прямо наказывает за ошибки, из-за того, какие здесь противники и как они расставлены, можно быстро оказаться без хп. Так что придется строить даже какую-то небольшую стратегию того, как выбивать противников по очереди. В самом начале уровня меня еще очень удивило, что курица убегает куда-то за угол и сама прячется в клетку к охраняющему ее спящему гнорку. Видимо, курица знает, или во всяком случае догадывается, что ждет ее при встрече со спайра. Интересное все-таки это место. Здесь есть как и целые постройки, так и какие-то руины арок прошлого. Начали ли разрушать здания гнорки? Или так было до них? Или тут произошел какой-то катаклизм? Или просто рассыпалось от времени? А в одном из мест можно увидеть забавную сцену. Гнорк убегает от кабана. Деревня на террасе. Она сложена из дерева и камня. Как и в туманных топях, противники тут расставлены так, чтобы друг с другом кооперироваться. Помимо уже знакомых нам гнорков-электриков в наушниках, здесь есть и здоровые гнорки с лазером. Но больше нервируют вот эти мелкие бронированные стрелки со сдвоенным разрядником. Когда их рядом стоит несколько, то чей-то выстрел вполне можно и пропустить. Кстати, у этих гнорков-стрелков имеются какие-то садистские наклонности. Можно увидеть, как некоторые из них зачем-то просто так расстреливают куриц. Дракон Кайперен, единственный из всех, кого мы освобождаем, после освобождения не стоит на лапах, а лениво лежит на боку, в какой-то мемной позе. Интересно, это что? Такая отсылка на Титаник, который вышел в 1997 году, как там рисуемая, как одну из своих французских девушек. Или это я слишком далеко зашел в поисках скрытого смысла? Дикий полет. Гоночный уровень. Как ни странно, он вовсе не похож на тематику болот. Напротив, здесь чистая вода и можно встретить металлические конструкции. Одна из самых сложных гонок, кстати. Потому что последовательность, в которой нужно активировать объекты, понимаешь далеко не сразу. Металхет или же металлоголовый. Лунная ночь посреди топи и мрачное строение из темного камня. Из-за этих черт у меня атмосфера этого места ассоциируется ни с чем иным, как с некрополисом из Пятых Героев. Здесь живет босс мира болот. Посланный сюда Гнасти Гнорком огромный робот. Неуязвимый для атак Спайра. Но оказывается, что уязвимость у него все-таки есть. Это пилона, которые питают его энергией. Об этом предупреждает дракон Садики. Интересно, получается дракона понимают и в робототехнике? А еще этот дракон похож на самого Спайра, только взрослого. Сам робот вооружен и, между делом, попытается попасть по вам лазерами или швырнуть в вас аборигенами, которые, по какой-то неясной причине, сами идут к нему в руки, возможно, считая его кем-то вроде своего божества. В японской версии игры говорится, что робот через пилоны вытягивал из земли энергию. Именно поэтому болота стали такими. Мир творцов снов. Это, безусловно, лучший мир. Именно этот мир вызывает у меня особый прилив дикого восторга и радости, и какой-то настоящей гармонии. Это замки на островах, парящих высоко над облаками, где в небе одновременно светят и солнце, и звезды. После пасмурных болот это место настоящий уголок света, комфорта и звездного тепла. Этот контраст крайне удачный. Семейство драконов, живущее здесь, занимается тем, что заботится о сновидениях всех спящих драконов во всех мирах, и они являются заклятыми врагами кошмара, который пытается проникнуть в эти сны. Это, кстати, похоже на то, чем занималась принцесса Луна из My Little Pony. Лидер творцов снов — дракон Латив. А сами драконы этого мира, на мой взгляд, самые красивые и загадочные. Они спокойны и сдержаны, а голос их мягок. Латив дает интересное напутствие, что здесь должно ожидать неожиданное и быть готовым к тому, чего в других мирах нет. Хотя в русской версии пираты перевели это немного по-другому. Добро пожаловать в мир творцов снов. Чтобы застать приспешников норка врасплох, ты должен напасть на них внезапно. Ты должен быть готов ко всему. Даже вместо животных здесь скачут, просочившиеся сюда из мира снов, маленькие грибы. Наверное, если бы я выбирал, где жить и чем заниматься в драконьем мире, то выбрал бы именно этот мир. Хотя и магия мне тоже по душе. А какая здесь музыка? Ммм... Играет музыка. Одно из самого примечательного здесь волшебная пушка на центральном острове, который рулит фей. По крайней мере, я их называю фей, потому что, кажется, они и мужского рода, и у них есть крылышки. Фей постоянно доворачивает эту пушку. Выстрел из нее не наносит урона, зато то увеличивает, то уменьшает в размерах других обитателей и локации. Что, видимо, фея очень развлекает. Когда он это проделывает с большим феем, это ладно. Его-то можно и огнем сдуть. А вот если эти бронированные вырастут до больших размеров, то тут они уже ничем не пробиваются. Такие двое из ларца перекрывают центральный проход в замок. И единственное, что остается в таком случае делать, это добраться до этой пушки наверху, вытряхнуть из нее озорного фея, и тогда можно будет пострелять самому. Это очень прикольно. Наблюдать, как эти выстрелы меняют размеры противников. Все-таки драконьи технологии это круто. Что-то похожее я ощущал, когда применял в Обливине артефакт Вабаджак, который одного монстра на время превращает в другого. А еще здесь есть уникальные, не то чтобы враги, скорее обитатели, шуты. Шутов нельзя уничтожить, но если их атаковать, то они на время трансформируются в будильник. И пока они находятся в таком состоянии, это влияет на какой-то из объектов на уровне, например, на некоторые платформы. Когда будильник срабатывает, шут превращается обратно, а объект, на который он влиял, возвращается в исходное положение. Скорее всего, шуты ненавидят свою работу. Представьте, каково быть в роли консьержа, которому каждый день дают пенделя, чтобы лифт поехал. Буквально. Так что неудивительно, что они изо всех своих сил пытаются удрать подальше при приближении Спайра. Флаг мира Творцов Снов с одной стороны розовый, с другой белый с розовым символом. Еще я заметил небольшую деталь, что даже порталы у них другие и отличаются от всех, потому что они могут работать даже без портального камня. Парящий замок. Это мир, из которого не хочется уходить. Именно это я почувствовал. Глядя на это небо, что застыло посередине между ночью и рассветом, и на эти несколько лун в его небе. Эти острова с водопадами, текущими куда-то вниз, и как только заиграла музыка уровня, я даже пустил слезу радости и восторга. Субтитры создавал DimaTorzok По природе меня редко может что-то по-настоящему растрогать, но это смогло. Острова, парящие посреди облаков, над сумеречной ночью и даже над звездами, здесь хочется жить. Еще знаете, так забавно лопать шарики, на которых парят эти толстые гнорки? Здесь обитатели кошмара заперли феи, а без них вперед не продвинуться. Так что пора отплатить добром и вызволить их на свободу. Когда у каждой чаши собираются по три феи, они образуют волшебный вихрь, поднявшись на котором мы можем попасть дальше. Интересно, а вот это что за помесь колобка и грифона? Не знаю, но выглядит эта пухлая птица забавно. Что действительно загадка, так это зачем пол в одном из зданий идет под диагональным скосом вниз, а в полу круглая дыра. Возможно это какой-то магический концентратор, который помогает драконам работать с измерением снов. Кроме того, уровень проверяет и те навыки полета, которые мы получили в гонках. Потому что здесь в одном из мест придется одновременно и рассчитывать траекторию, и дышать огнем в полете. Призрачные башни. Эпичный уровень. Особая изюминка здесь в том, что на полу лежат пустые доспехи, которые в какой-то момент оживляют волшебники. И вот эти оживленные доспехи перекрывают путь вперед, и сколько бы вы не пытались пробежать или пролететь мимо них, ничего не выйдет. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. На этом строится механика всего уровня, и она больше нигде не повторяется. Бумаги, ну или по крайней мере тактический чмок в носик выдает освобожденная фея. А в финале уровня нужно успеть забраться по платформам к волшебнику раньше, чем он оживит последние доспехи. Потому что если он это сделает, то доспехи перекроет проход и придется вернуться назад, чтобы попытаться снова. Первый раз я уже почти добрался к волшебнику, а он, гад, успел таки оживить этот последний доспех. Вот это был облом, но как же здорово успеть и расквитаться с ним. За дверью меня ждала королева-фей и сделала такое, что спайра покраснел на весь оставшийся уровень. У этого чмока, в отличие от всех других в игре, эффект не пропадает, а сохраняется до тех пор, пока не прыгнуть в портал и вернуться домой. А есть и местечко, где нужно будет по полной использовать суперускорение, пробивая под его действием головой стальные двери. Уровень долгий, но очень интересный, и из-за этой механики вы скорее всего не сможете его позабыть даже через долгое время. Темный проход. Астероиды посреди звезд, туманностей и космоса. Здесь реальное особенно причудливо перемешивается с сюрреалистичным и показываются мрачные грани сновидений. Здесь можно физически дотронуться до вполне материальных форм кошмара и даже получить от них по голове. Уникальная механика этого уровня – шуты с фонариками. Они постоянно их то зажигают, то тушат. В освещении монстр кошмара маленький и милый, и справиться с ним легко. Когда же шут тушат фонари, монстр приобретает огромные размеры и становится намного криповее и опаснее. А в нескольких местах тебя толкают столкнуться со страхом лицом к лицу. Например, вот здесь, под воздействием темноты, черепахи преобразуются в огромных и непобедимых. Нужно успеть быстро проскочить мимо них, и только тогда можно будет зажечь фонари. И вот эта вот тропинка, словно с намеком на игральные карты и покосившиеся замковые башни – все это словно дает понять, что мир вокруг находится и в измерении реальности, и в измерении сна одновременно. Ледяной полет – пожалуй, самая хитро закрученная из всех гонка в зимней тематике. Как и на болотах, придется напрячься, как успеть активировать все объекты и уложиться в отведенное время. Жак, хотя его всегда называл Джаквас. Этот уровень с боссом лучше всего показывает, во что превращаются сны под влиянием кошмара. Вместо замков в облаках – тут скалы, которые тонут в бесконечной лаве скриповыми и упоротыми чудовищами. Здесь наиболее активно задействуется механика с шутами. Они, гады такие, бегают постоянно, так что попадать лучше дыханием. Жак – это, видимо, босс этих шутов, который будет кидаться вас коробками. Почему коробками? Интересный вопрос. Одержав победу над ним, переносимся в хаб, в котором находятся порталы в миры Гнасти Гнорка. Расположены эти порталы внутри железных драконьих пастей. Именно здесь мы узнаем, что некоторые драконы после освобождения из кристалла вовсе не бездействовали, а отправились сюда поквитаться с Гнасти Гнорком за свое заточение. Например, Латиф, лидер мира Творцов Снов, Томас, Космос и другие. Но им это почему-то не удалось. И они снова угодили под заклятие кристаллизации. Один из драконов даже говорит Спайра, «Я бы помог тебе, но не хочу снова попасть под заклинания и окаменеть». Гноркская бухта – индустриальный порт с вполне современными кораблями. Тут вскрывается очень интересная деталь. На Гнорков работают крупные представители расы, очень похожие на ту, пилоты которой возят вас на воздушных шарах. Увидев это, я озадачился. «Выродок-то откуда ты такой? Ты же наш, сибирский. Ну чему такой выродок?» Интересная тут механика. Можно бодать бочки со взрывчаткой. Они сбивают бронефартуки рабочим, а потом их можно и поджечь. И знаете, бодать эти бочки очень весело. Только не делайте так с динамитом, а то будет больно. Сумеречная гавань. Не зря мир творцов снов подготовил нас в плане сложности. Потому что здесь живут совсем не те безобидные гнорки, которые встречались вам в самом начале. Мало того, что солдаты вооружены самым что ни на есть огнестрелом, так у них еще есть какие-то гнорковские красные береты, которые, завидев спайра, начинают стрелять очередями не переистовая. Повсюду железо, заводы, отравляющие воздух и землю и воду, и производящие оружие и взрывчатку. Полная противоположность мирам драконов. И это дает понимание, в какую дрянь превратились бы миры под управлением гнорков. После прохождения гавани открывается портал к самому гнасти гнорку. Он стоит на платформе, проход которой закрыт на замок, и лениво кидает вас зелеными лучами. Почему он ключи от замков не съел, а оставил своим подопечным охранять их? Хм, хороший вопрос. Поймать воров с первого раза получится вряд ли. Уж очень они быстрые. Так что придется сделать несколько кружков и привыкнуть к траектории, по которой они и движутся. Собираем ключи, и откроется проход к платформе, на которой стоит босс. Осознав положение, гнасти теперь даже не думает сторожаться, а только трусливо убегает, сверкая пятками. Притом очень резво. Настолько резво, что его просто не получится догнать. Да и трасса опасная, узкая очень. Свалиться можно вмиг. Лишь в один момент он ненадолго встает на платформу отдышаться, и это единственный способ успеть нанести по нему удар. После этого гнасти начинает удирать во второй коридор, где быстро прыгает по втягивающимся в стену платформам над лавой. Так что вам по полной придется проявить свои навыки и быстро бегать, и быстро летать, чтобы успеть к последней платформе перед тем, как она втянется в стену. Наконец-то этот засранец загнан в угол, а бой после этого с ним сводится к... Вот же суки, вот получите! После победы можно посмотреть забавный ролик. Ну это еще не конец. Если вы спасете всех драконов, украденные драконьи яйца и сокровища на всех уровнях, то откроется портал в сокровищницу гнасти. В небе этого мира можно увидеть единственную во всей игре планету с кольцом. Интересно, что хотя сама сокровищница тоже в техногенном уклоне, в ее дизайне есть и кое-какие элементы от архитектуры драконов. Скорее всего, это местность, которую Гнасти только начал перестраивать на свой лад, но не успел. Появившись на платформе, я какое-то время недоумевал. А что сделать-то надо? Я же никуда не допрыгну просто отсюда. Но особенность уровня в том, что оказывается, здесь доступен свободный бесконечный полет. Вот только он ограничен определенным потолком высоты, для повышения которого нужно собирать ключи и открывать специальные двери. Ключи находятся у воров. Вначале придется иметь дело с обычными, а вот поймать вора-пилота на самолете куда сложнее. Самоцветы здесь Гнасти прятал самые лучшие и дорогие. Последняя комнатка – джекпот. И просто радость для дракона. А еще оказывается, в этой комнатке Гнасти поставил портрет себя любимого. Жаль, сжечь только его нельзя. Собрав все самоцветы и выйдя с уровня, можно посмотреть еще один ролик, в котором показывается, что в мире драконов происходило дальше. Значимость. Во-первых, из Спайра можно сделать вывод, что драконы обладают технологиями межпланетного путешествия на воздушном шаре, силового барьерного щита, закрывающего местность, перемещения через порталы, знают робототехнику и уменьшение и увеличение размеров живой материи, а также создание самостоятельной жизни. Да, это игра 1998 года, да, для PS1, но в ней есть заряд чего-то доброго, простого и чистого. И это очень важно, потому что в жизни именно такого очень не хватает и детям, и взрослым. Сразу после релиза продажи были незначительными. Но, когда наступил канун новогодних праздников, словно произошло чудо. Игру заметили, распробовали, а затем за ней потянулись огромные очереди. К моменту 2007 года по миру разошлось более 5 миллионов копий Spire the Dragon. И это только официально. Если учесть, что толщина одного сидюка составляет 1,2 миллиметра, то если из этих дисков собрать башню, ее высота будет 6 километров, что лишь немного не дотягивает до высоты горы Верест. Spire уникален тем, что имея лишь технологии того времени, в Insomniac смогли с душой и талантом сложить в единую мозаику дизайн зданий, локаций, персонажей и музыку. И мотив глубокой связи драконов с небом и звездами, драгоценными камнями и магией, хорошо ощущается здесь повсюду. На мой взгляд, сделать такое могли лишь те, кому действительно было важно и интересно то, что они делают. Spire не просто обрел огромную любовь и фан сообщества, но стал, пожалуй, самой известной и популярной игрой про драконов в мире. Благодаря такому успеху в 1999 и 2000 Insomniac смогли выпустить две отличные части продолжения «Ярость Рипта» и «Год дракона». А что еще интереснее, в 2014 генеральный директор Sony сказал, «Мы начали обсуждать вопрос о продолжении выпуска игр, в которых будут давние персонажи, которые так полюбились людям. Люди говорят о том, что именно эти персонажи были так близки им в детстве. Я, безусловно, не буду игнорировать подобные просьбы». Insomniac Games также приходила масса писем с просьбой обратно выкупить лицензию и продолжить дальнейшую разработку игр. И в 2018 действительно появляется сногсшибательный офигенный ремастер трилогии на современной графике, от чего фанаты игры буквально рыдали от счастья. Это действительно именно тот ремастер, которого игра и заслуживала. Что касается вот этих платформеров, которые выходили по спайрам между первоначальными частями и их ремастером, на мой взгляд, это то, что лучше вообще не вспоминать. Потому что после первоначального успеха серии издатель пошел по своему особому пути и решил серию подоить, то делали их уже совсем не Insomniac, поэтому они даже не парились. Не пытались дать игре любовь и передать дух оригинала. Опять же скажу, это мое личное впечатление и те эмоции, которые ощутил я. Может кому-то они наоборот нравятся. Не менее важно и то, что с 2006 по 2008 появилась замечательная трилогия «Легенда Аспайра» на второй PlayStation. И в ней Аспайра раскрывается совершенно новая, волшебная и очень трогательная история. Хотя события из прежних платформеров там не учитываются. «Легенда Аспайра» это уже полноценный сюжет со смесью экшена и файтинга. Пожалуй, именно эти части и сделали игру по настоящему шедеврам, и они очень вдохновляют. Если пожелаете пройти «Спайра», который для второго PlayStation, тогда по своему опыту советую проходить только первые две части. А то есть «Новое начало» и «Вечная ночь». После этого лучше остановиться и не портить себе впечатление третьей частью. Причина в том, что разработку третьей части издатель передал совсем другой студии. Возможно, кто-то будет с этим не согласен. Поэтому просто скажу, что это мое впечатление, сравнив все части по уровню стандартов качества и полученных эмоций. Куда с тех пор «Спайра» только не добавляли. И в «Гаррис Мод», и даже в «Мод Кроссовер» на первый Half-Life. И много куда еще. Но главное, что вокруг него образовалась целая фановселенная, по которой можно найти множество и форумов, и фанатских анимаций, и рисунков, и даже многостраничных комиксов. Появились даже мягкие игрушки, фигурки и прикольные подставки для джойстиков. В любом случае, что касается самой первой части «Спайра», ее я почувствовал как что-то очень хорошее с того времени, когда игры были в первую очередь творчеством. И только во вторую – бизнесом. И вот то очарование, которое дарят эти пиксельные текстуры и малое число полигонов ярко говорит о том, что графика-то вовсе не главная. Что если разработчик действительно хочет, то даже с таким железом может создавать шедевры, которые вызовут восторг и приятные эмоции. Именно поэтому думаю, что поиграть в «Спайра» очень важно, если вы до сих пор этого никогда не делали, чтобы зарядиться добрым и позитивным, и прикоснуться к частичке светлого и простого из старого доброго времени. Если понравилось, можете подписаться или предложить идею для будущего видео по ссылке в описании. Данная поддержка для меня очень важна, потому что именно она помогает, как ни что иное, уделять свободное время на творчество. Узнать какой точно появится новый ролик можно в Телеграм или в Дискорд. Желаю хорошего настроения! Спасибо за просмотр и всего хорошего вам! Скоро увидимся! Продолжение следует...